всем привет ребят тут буквально недавно на моем канале под одним из видео про строительство один из моих подписчиков сказал о том что одноэтажный дом лучше чем двухэтажный и мне опять же хотелось как бы высказать свое мнение по вот этой теме и делиться им с вами на самом деле я считаю что подписчик абсолютно прав и вот почему на самом деле ребят я достаточно долго об этом мнении думал и также скажу что я в принципе переслушал какую-то определенную подборку костов где ну действительно не такие товарищи типа меня а специалисты об этом говорят и рассуждают и и говорят достаточно компетентные вещи достаточно убедительно и в целом но если делать некую выжимку да из этого то я могу сказать вот что по этой теме что во первых одноэтажный дом будет той же площади он будет дешевле потому что строительство удораживает тоже лестница которая еще кроме того является определенным геморроем потому что ну например если у вас какие-то маленькие дети это опасно чтобы они там спускались по этой лестнице что они могут там как-то полететь оттуда какие-то продукты вещи тяжелые еще что-то носить тяжело но и вообще бегать постоянно туда-сюда если вы в возрасте ли у вас пожилые родители какая бы там лестница не было это опять же проблема да то есть затащить какую-то мебель кроме того хорошему лестницу ну совсем идеально да если мы говорим ком серьезном доме нужно делать монолитную а это ну в некотором роде увеличивать стоимость ну во первых в принципе увеличить длительность от этого рабочего цикла и увеличивать стоимость потому что это целая такая отдельная монолитно монолитно железобетонная такая операция которая требует определенного подхода там проверки качества и так далее и тому подобное и ну короче говоря если говорить нашим с вами языком это просто отдельный геморрой кроме того двух двухэтажным дом на есть определенные проблемы с скажем так с его обогревом и с его с обеспечением его но скажем так проводкой определенных инженерных сетей и их соответственно реализации но и в том числе до обогрев но тоже смотрите если у вас какой-то например большой дом одноэтажный вы можете организовать какие-то лофты не знаю как правильно лофты лофты в общем совмещенные помещения и повесить один кондиционер и он будет по сути обогревать один объем но с какими-то определенными перегородками в случае с соответственно со вторым этажом это уже в каком-то смысле но достаточно отделенные уже то есть отдельный такой объем и кроме этого туда нужно еще заморачиваться вести то есть если например мы говорим о тепловых насосах нам воздух воздух то через какой-то стояк проводить вот эти вот воздушные короба там воздуховоды но если у нас там какой-то котел да то есть но чуть проще наверное ввести то есть трубопроводы вешать батареи то есть это вот нас заставляет но немножко чуть сложнее заморачиваться с проводкой соответственно инженерных сетей и в том числе увеличивает до расходы на тот же например стояк который тоже нужно делать вот во первых то есть во вторых вот это кроме того с домом который одноэтажный можно себе позволить какие-то уже другие фундаменты особенно если например не дом не квадратом а какой-то распределенной по площади например дом какой-то с внутренним двориком кроме того давайте наверное вот это кроме того я просто выделю в отдельный блок и скажу вот что да то есть сейчас уже время поговорить о субъективщине почему я соответственно сразу не стал просить у там проектного института чтобы мне посчитали дом одноэтажный со всеми вытекающими да без всякого и со всеми вытекающими отсюда посредством потому что ребят мне хотелось в каком-то роде это быстрее как можно быстрее организовать и с минимальным бюджетом то есть бюджет был достаточно зарезанный и я сразу понимал что я буду из тех строителей которые будут это делать долго ну то есть я конечно не думал что я свалюсь в очередь тех чуваков которые строят вот подобные дома у меня есть такие знакомые по 20-25 лет но это будет и не за два-три года там ну дай бог за 5 а скорее всего даже за 10 и поэтому ну то есть не не поэтому а наоборот то есть так как бюджет был достаточно зарезанный то соответственно земля бралась ну по минимуму да то есть там шесть с половиной соток и это так как учитываете что у вас есть определенные по снипом там или по будем так говорить по нормативным нормам определенные расстояния от забора там от красной линии там от соседнего дома вы упираетесь то есть реальное пятно застройки у вас становится еще меньше на таком участке и соответственно по сути вы уталкиваетесь то что у вас весь ваш участок будет стоять из дома вот это и не соответствовало нормативным актом а дом не нужен был большой потому что семья как бы большая вот это соответственно не соответствовало определенным нормативным но определил не попадала первых вот эти нормативные акты а во вторых просто не попадала в ту площадь которая мне нужно плюс к этому на тот этап на период застройки я все-таки хотел чтобы у дома была какая-то при домовая территория где можно какую какая-то какую-то барбекю зону организовать посидеть во дворе особенно летом это хорошо там за домом как бы да то есть посидеть вот на природе сейчас уже я понимаю что все это на самом деле полная бня потому что все равно большую часть времени в этом в нашем регионе холодно и вот этот вот как бы приусадебный участок он не имеет никакого вообще назначения потому что но лето там ну по сути вот в прошлом году вообще не было лета но месяц-два то есть а реальное количество теплых дней то есть если тебе не повезло с действительно жарким летом реальное количество теплых дней их можно посчитать по пальцам и поэтому смысла в этом конечно же никакого нету то есть намного лучше вместо вот этой вот если ты не являешься фанатом вот этой всей ерунды виде яблонек там каких-то вот этих там лучок там клубничка и так далее то действительно лучше сделать какую-то часть дома пусть она будет не такая например отапливаемая но например нам будет сделано по принципу там бетон стекло и металл и там будет какая-то оранжерея зимний сад да и где ты поставишь какие-то горшки там с пальмами и там можно тогда будет наслаждаться вот вот этим всем делом круглый год сидеть как бы в этих пальмах и ловить кайф хотя конечно эти пальмы требуют тоже определенного ухода там и так далее вот единственное что ты теряешь это какую-то барбекю зону ну блин в лес пошел да пожарил хрен с ним вот то есть конечно наверное сейчас я бы уже задумался о одноэтажном доме с гаражом и вот с таким вот зимним садом чтобы и сразу бы и баню сделал заодно с домом в общем все и сразу тогда я об этом как-то не подумал и решил что я не буду мудрствовать лукавый хотел оставить большую придомовую территорию поэтому именно поэтому дом был выбран двухэтажный но это не является таким знаете прям супер критичным решением от которого все помрут это просто решение более дорогое скажем так вот и все которая соответственно будет реализовываться дольше по времени собственно все всем спасибо до новых встреч пока жмите лайки репосты пишите письма